В протоколе будете расписаться? Нет, не можем расписаться. Перестал ГОСТ на тонировку действовать. ГОСТ на тонировку уже не действует. Отменили этот ГОСТ за тонировку, но он сейчас не действует больше. Вы знаете, что это алкогольная продукция или нет? Нет. Это пить. Нельзя. Я не знаю. Спросите. Ничего не видно, не могу разобрать ничего. Да и я не могу разобрать ничего. Антон! Не признавайся. Это тебе протокол или постановление пишет? Я говорю, пусть протокол пишет. Постановление не надо. Значит, 51-я статья, объясняю, это за то, что вы можете не расписываться, не свидетельствовать, можете вообще ничего делать. Ясно. Объяснил? Я надо было до опроса объяснял. Что? Что надо? Вы молодой человек. Не мешайте, пожалуйста. Я не мешаю. Я корректирую. Тогда, пожалуйста, и не мешайте. Если вы считаете, что неправомерные действия, встретимся в суде, но не вопрос. Ну а что теперь делать? Там дело в том, что вас все равно растонирует, уважаемый водитель. Это на будущее, я вам говорю, не положено. Вы считаете, что это правильно? Правильно. Писать постановление в случае отказа с нарушением. Я вам еще раз говорю. Он нарушает ПДД. Машина сфотографирована, это все приложится. Если вы неправильно, да почитайте сами, но не учителя, чтобы вам учить. Тогда у меня нет больше вопросов, если так. А если замер неправильно проведем, то что? Все правильно у вас. Все правильно? Нормально. Это ответственно. Нормально. Я хотел бы присутствовать на рассмотрении, я свидетель. Вы адвокат? Нет, я свидетель. Какой свидетель? Свидетель, я там присутствовал. А, вы там были? Конечно. Конечно. А где этот мудрячий? Алексей нет. Он... Вот здесь. А вот. Спасибо. Дмитрий Геннадьевич. Вас как зовут? Дмитрий Геннадьевич. В кабинете видеофиксация запрещена. Покиньте помещение. Почему? Потому что покиньте помещение. А, я могу узнать почему? Потому что это муниципальный образователь. А вы кто? Я. Секундочку, не открывайте дверь. Покиньте помещение. Я вызову наряд. Давайте. Покиньте помещение. Давайте. Покиньте помещение. Вы кто? Представьтесь, пожалуйста, для начала. Покиньте помещение. Покиньте помещение. Покинь помещение. У mall. А вот еще один кипеш будет сейчас. Не любят они видеофиксацию. У нас направлено рассмотрение, мы пришли, а вот там написано протокол. Вы понимаете, что уже решение вынесено, вынесено на месте. Вам надо идти и писать, если вы жалуетесь и так далее. Зачем вы сюда пришли? А зачем надо было писать постановление? Пойдите тогда к инспектору, который это писал, и выяснить, зачем он написал. Так мы уже выясняли на месте. Мы на месте отказывались. Он вынес уже решение, уже решение есть на протокол. Мы здесь вам ничего не сделаем. Вот у нас пришел материал, все. По-другому никак. Он уже вынес решение на месте, постановление, копию которого я вам уже отдала. Вы его уже забрали, все расписали, что вы его забрали. Здесь лучше никаких документов не получите. И мы здесь рассматривать не будем. Потому что была рассмотрена на месте. А почему здесь написано, что у нас направлено на рассмотрение? Это я снимаю вот камеру сейчас. А вы не имеете права? А я не имею права? Нет, разрешение попросите. А мне нужно? Я обязан просить разрешение? Вы вообще втупаете. Меня зовут Губенко Дмитрий Гравич. Я зовут ученика ГИБДД Никитинка. В чем проблема? Очень хорошо. А я гражданин Российской Федерации. Ну вы заходит решение? Есть какое отношение? Конечно, я свидетель. Я хотел бы присутствовать на рассмотрении. И дать свои показания. От этого отправлять человека свидетеля опрашу. Пойдемте со мной. Куда? Ну выйдем со мной. Не надо здесь. А зачем? Нет. С разрешения производится. Я какой-нибудь закон нарушаю? Вы не имеете права в служебном помещении снимать. Как это не имею? Не имею. А что я нарушаю? Вы видеосъемку производите в служебном кабинете. Я ничего не нарушаю. Попросите разрешение и вы получите догадание. А зачем я должен просить? А с чего вы снимаете видеосъемку производите? Где чумарное материальное? Я снимаю фиксирую. Я говорю прекратите видеосъемку. Я фиксирую незаконно. Прекратите видеосъемку. Я заместитель начальника дела ГИБДД. Вы находитесь в служебном помещении. Я отказываюсь вам подчиняться. Руки уберите. Вы выполняете законные требования сотрудников. Я прекрасно понимаю, что у вас большие звездочки. Дело не в звездах. Я зам начальника дела ГИБДД. Я понимаю, что у вас высокая должность. Но это не дает вам право у меня забирать телефон. Я понимаю, что прекратите снимку снимать. Прекратите снимку. Я имею на это право. Если вы меня запрещаете, то я... Запрещаю его. Разъясните, что я нарушил. Я говорю, с уже на повещение, вы не имеете права производить съемку. Разъясните, что вы нарушили. С разрешения. С разрешения. Вы сюда попали за разрешение. Никакого разрешения я вас спрашивать не буду. Понятно? Я не буду вас спрашивать. Неявите документы. Пожалуйста. Вы как сюда попали? Я еще раз говорю. Пожалуйста. Вот мои документы. Вы хотите выяснить мою личность? Да, я хочу выяснить вашу личность. Пожалуйста. Ну нет, не бейте по камере. Я не пью по камере. Это бумага. Я не пью по камере. Вы не имеете права препятствовать. Я говорю, вы находите в служебном помещении. В каком служебном помещении? В кабинете в служебном помещении вы находите. Это режимные объекты или что? Это служебный кабинет. Я же не захожу к вам домой, не снимаю. Съемку не произвожу. А я вас тоже дома не снимаю. Я сейчас снимаю ваши служебные деятельности. Правильно. Снимайте. 8.1. Закрой на поле. Разрешение. Никто не выдержает. Разрешение. Какого разрешения вас спрашивать не будет? Чуть-чуть на полметра. Отойдите от меня. Я не хочу отходить на полметра. Я так подошел. Мне так удобно с вами общаться в настоящее время. Мне так удобно с вами общаться. Вы что от меня хотите? Я говорю, прекратите съемку. Я отказываю вам вы. Почему? Потому что ваши требования незаконны. Это почему мои требования? Потому что вы находитесь в служебном помещении. Мы незаконны. Вы без разрешения производите съемку. Если хотите, чтобы они были. Попросите разрешение. Напишите заявление. Пожалуйста, снимайте. Будьте добры. Ознакомьте меня с тем, что я нарушаю. Вы не имеете права служебного помещения. Если вам нечего мне показать, так не надо это. Вы нарушаете законы. Я снимаю ваши все противоправные действия. Ваши действия не противоправные. Я не буду выключать так. Вы вообще как сюда попали? Еще раз говорю. Я находился на месте правонарушения. Мы пригласим вас как свидетелей. Сотрудников полиции. Мы вас пригласим как свидетелей пригласить. Если вы стали свидетелем правонарушения, пожалуйста, пишите заявление и опыт рассматриваются. Он в законном порядке. Я хотел здесь дать себе пойти. Все мы вас послушаем. Мы отберем от вас заявление. Вы все приняли заявление. Вас вызовут. Вас вызовут. Все мы сделаем. Мы не отказываемся. Все сделаем. Пожалуйста. Давайте-ка мы не будем кричать успокоен. А никто не кричит неспокойно. Все спокойны. Все спокойны. Все спокойны. Вы понимаете, что мы сейчас вот так будем долго тут сидеть и объяснять? Мы только не будем сидеть. Я еще раз говорю. Вы понимаете, что задувник полиции. Вам есть что скрывать? Нам есть что скрывать. Ну так а почему вы закрываете камеру? Вы вас предпочтите. Какой закон? Оно незаконно. Вам запрещается без разрешения. Без разрешения. Нет у вас такого права. Да нет. Нет у вас такого права. Это вам кто сказал, что не имеет права? Я это знаю. Но если есть, тогда мне разъясните. Я говорю, что запрещается съемка здесь. Какой закон я нарушаю? В кабинете. Как он ко мне относится? Что я нарушаю? Скажите. Я права разъяснил. Если вы считаете, что я что-то нарушаю, так объясните мне. Я говорю, запрещается съемка здесь. Хотите я вам разъяснить свои основания? Разъясните. Разъясните. Далее. Не возможно. Вы будете отвечать за эту запись, которую вы выложите в интернете. Без проблем. Без проблем. Я готов встретиться с вами в суде. Готов. Пожалуйста. Пойдемте в суде. Пойдемте в суде сейчас. Пойдемте в суде сейчас. Пойдемте в суде сейчас. Я вам не препятствую. Вы вставайте с кабинета, выходите. Не трогайте меня руками. А вы не закрывайте. А что вы делаете? Это не много документов мои. Я повторяю вам в третий раз и много документов. Пойдемте в суде. Почему я должен выходить из кабинета? Пойдемте в суде. Ваша требование не приглашают. Ваша требование не подходит. Я не понимаю, как в кабинет попали? Да обыгновенно. Мы вас пригласили. Пойдемте, пожалуйста. Не надо меня приглашать. Выйдите. Пойдемте. Пойдемте в сабинет. Все. Это запись. Мы не возражаем. Вы права ваши. По конституции вы их зачитали. А это водительское удостоверение. Сейчас мы вам его вернем. А что, нельзя прийти и переговорить? Нет, нормально нельзя. С вами нормально нельзя. Мы будем с вами только так. Права мне отдайте сначала. На каком основании вы права у меня взяли сейчас? Я взял, не взял их, а взял. А что вы хотите от моих прав сейчас? Хочу посмотреть, проверить. Вообще нереально с ними нормально общаться. С ними вот так только, блядь, воевать и все. Закинь его. А вам.